А вам говорит Андрей, вы общались с ним? Он вам не сказал? Я бы Андреева с самого рад поведать. Да, но не надо решить здесь, конечно. Нет, посмотрите, это ничего, я там далеко, а вы-то здесь. Это хуже всего, да? Лучше купаться в проруби, правильно? Чем сидеть около открытого окна, когда тоненькая струйка, куда-нибудь, так сказать, в плечи, и вот подъем прошло. Результат бывает более серьезный. Так, ну ладно, пока Сергей Васильевич не знает, что я еще такой сказать. Так вот я, значит, здесь аж буду, как определить промышленно того, что будет, а вот жанр. Да? Вот есть там, скажем, да, там, прозы, басни, да, птицы, пасты, ну понятно, да? Это махмосковская заморка, что все это, ну да? Великолепный дизайн. Ну что, жоркая проза, например, реклама. Вот, как определить? Вот я понял, что, значит, вот здесь, это еще восходит, не знаю, в наше время, это было очень популярное, такое рассуждение. Ну мы страдали от философии сильно, потому что она была непонятна, так сказать, только такая, никакая другая, да, марксистская линия. Вот, поэтому мы там, значит, вот шутили по этому поводу, сказать так, что вот, не знаю, вот узкий специалист, да, он знает все, но о ничем. А философ знает ничего, но о всем. Так вот, так сказать, я нахожусь там, что если вот, да, ну Казмар Кутков речи сказал, да, зависит к плюсу подобию. Так вот, я то, что буду рассказывать сегодня, ну, по крайней мере, где-то. Семеросийский, все, я готов. Добрый день. Добрый день. Добрый день. Добрый день. Я никого не видел сегодня. Я в классе стабильного ранения буквально упал слов, сказал перед тем, как я начнелку. Что вы там говорили? Нет, как запрет у нас идет, да, не. Сейчас наберем. Вот так получилось, что мы решили организовать кафедральный семинар для студентов, молодых ученых, Вдобавок к тому кафедральному семинару по теоретической физике, который у нас всегда был и есть сейчас, но он целый день не так часто функционирует, как хотелось бы. А во-вторых, он все-таки имеет немножко другие цели. А цель этого семинара, точнее целей их несколько, заключается в следующем. Во-первых, это еще одно место, где вы можете получить новые знания по теоретической физике, точно так же, как вы их получаете на лекциях и семинарах. С той разницей, что здесь это все необязательно, но зато может быть более интересно, потому что здесь вы сможете услышать лекции людей, которые активно работают в современной науке и, соответственно, понять, как эта современная наука, во всяком случае современная теоретическая физика, как она устроена, по-моему, предметом, который изучается на лекциях, особенно если речь идет о третьем, то есть о четвертом, и, собственно, в современной живой науке есть некоторая разница. И поэтому мы время от времени будем приглашать людей, которые могут вам из нашей кабеля и извне ведущих специалистов в соответствующих областях науки, которые могут вам сделать доступным и, тем не менее, достаточно в угловном уровне ведения в эти области. Это первая задача. А вторая задача, не менее важная, может быть, даже и более, заключаясь в том, чтобы этот семинар стал площадкой для вас, где вы, студенты разных курсов нашей кафедры, и дипломники, и аспиранты, можете общаться, обсуждать то, что у вас происходит в вашей научной жизни, и как продолжение этой цели здесь мы будем также стараться, чтобы наши дипломники и аспиранты представляли результаты своих работ, которые должны в скором времени защищаться, или диссертации, которые они готовят. Это тоже важно, потому что у вас сейчас нет пока совершенно никакого опыта в том, как нужно излагать свои результаты так, чтобы они были понятны, интересны слушателям. И здесь вы, с одной стороны, будете видеть, как это нужно делать, а с другой стороны, время от времени будете пытаться это делать сами. Вот такая идеология семинара. Я не знаю, что из этого получится, честно говоря, когда мне об этом сказали, изложили ответы, и отношение у меня было достаточно скептическим. Ну, посмотрим, а вдруг что-нибудь из этого добыть. И вот я имею удовольствие констатировать, что наш семинар открывается докладом лекции Варея Петровича Яковлева о квантоинформатике. Поскольку я уже ее имел удовольствие слышать, то могу вам заранее сказать, что она будет весьма интересна. Все. Спасибо. Ну, как-то это принято дальше. Знаете, там ходят с табличкой, да? Они всегда находятся. Это будет то, что я хочу сказать. Это не будет нечто в достаточно узком фрагменте, предмете. Тогда можно было бы в деталях. Более детально, мог быть все менее интересно, менее скучно, но тем не менее будет совсем достаточно содержательно и безукоризменно с точки зрения научной. Правильно? Вот. Это одна крайность. Вот я не так буду. Но с другой стороны, надеюсь, что я не буду заниматься здесь просто таким совсем уже общим трюпом философствовать. Хотя без философии сегодня обойтись нельзя. Потому что те вопросы, которые я собирался бы рассказать, они имеют в том числе и весьма нетривиальный и очень глубокий философский смысл. И он у меня, честно говоря, в свое время, но это было уже тому назад несколько лет, вот там действительно, скажем так, да, и это все-таки... Это на меня произвело тогда очень сильное впечатление, хотя я был абсолютным скептиком, попробовал, хотя я там с несколькими людьми, которые вот здесь, в принципе, упоминают и какое-то имеет отношение, даже чьи портреты я прилетел, там имена, фамилии. Знаешь, я работал, разговаривал с соседних комнатами, рядом, так с соседними странами, все такое прочее. Поэтому когда это все начиналось? Но тогда, это, мне, вот что называется, это было, была где-то середина, так сказать, для меня начиналось, в середине 90-х годов, да, это уже было, так сказать, достаточно бурное развитие вот этой области, да, которое получили название, ну, квантовая информатика, квантовая численность, квантовый компьютер, как какие-то. Вот это так, как вот здесь, вот, да, вот так, вот это, вот это, вот это, вот это, вот это, вот это. Ну, вот это то, о чем, в принципе, пойдет речь, хотя этим не исчерпывается. Ну, так сказать, замахнувшись на то, чтобы рассказать о многом, я, естественно, жертвен его тогда тем, что какие-то абсолютно точными, да, и полностью изложенными, да, детально изложенными деталями. Даже не то, что детально, а просто изложенными деталями. Поэтому многие вещи я буду просто говорить, ну, так сказать, апеллируя к тому, что, в принципе, это можно сделать. И у меня еще перед этим еще есть один вопрос. Значит, скажите, пожалуйста, я просто вот так вот, несколько лет тому назад я, ну, так, в виде пробного такого курса, я читал факультативный курс квантовая информатика. Никто не слушал этого курса, из присутствующих. Ну, Андрей, вы-то, конечно, мы с вами отдельный разговор, он там занимался всякими, так сказать, в проекте МАИ, а потом про вас скажу, андельный страховый. Ну, так вот, значит, никто, поэтому мы единственное, это, потому что тогда какие-то вещи, которые я там всегда, скажем, больше в деталях излагал, да, здесь они, я только упомяну их, естественно, не переходят в детали, понимаете, да. Из-за того, чтобы представить все это, ну, не знаю, это уже не проблема, а область, более-менее крупными мозгами в целом, достаточно в целом. Так вот, квантовые компьютеры, квантовые числения, квантовая информация, самое интересное это вот этого, конечно. Потому что это уже ч... Это да, это идея. Это, конечно, классно тыкнул, но укрепился. Потому что, например, квантовый компьютер, мы с ней хорошо будем сделать. Правильно. Ну, как говорится, дамы, дистанция огромнее размера. Ну, вот сейчас, осталось, что я буду рассказывать здесь, вы почувствуете, какие там... Ну, если проблемы есть, принципиально все возможно, но, как говорится, от принципиальной возможности до реализации, это, что называется, трудиться и трудиться. В конце там я покажу вам некий рисунок, схему и так далее. Квантовое числение – это нечто, ну, которое связано с отработкой квантовой информации, правильно? Методы, алгоритмы и так далее. О них тоже я кое-что скажу, да? Ну, подчеркнув, ясно, что это не исчерпывающие вещи, но несколько таких вот алгоритмов, скажем, не то, что я их изложу, но я о них скажу. Это алгоритм, там, скажем, который мы называем, там, поиск квантовой гонки в квантовом стоге серб, то есть квантовый алгоритм Громера. Или, там, скажем, такой фундаментальный алгоритм, который произвел в свое время, это в середине 90-х годов, алгоритм Шора, да? Я вам тоже несколько слов скажу, о чем идет речь. Кроме того, целый ряд других моментов, в том числе сюда также относится, надо было бы, сюда вот еще, не знаю, помимо алгоритмов, там, и так далее, сюда можно нарисовать, приплюсовать такую область, которая называется квантовой криптографией. Это то, что сейчас не просто принципиально сделано, да? А это есть реальные инструменты. Я там в конце несколько слов скажу, так сказать, и покажу некую картинку, ну, интересно. Все. Ну, и, как говорится, немного более того. Итак, значит, ну, будьте любезны, следующий вопрос, да? Значит, он выглядит так, это, значит, да, вот, это манер, это третий тон какого-то, там, года, а, 98-го года. Ну, это был журнал «Physics World», он тогда выбил, этот номер был посвящен к антроинформатике, да? Ну, это вот такой, этот самый, как он называется, как он называется по-американски, этот… Коникс. Коникс, коникс, вот, вот, вот. Вот этот коникс, ну, он, так сказать, смыслом понятен, да? В том, что, так сказать, то, что творится в квантовом мире, на самом деле может не укладываться в рамки наших обычных, да, представлений. То есть что-то может быть контринтуитивное. Ну, вот, как бы все, поэтому, как вот в свое время, когда были популярны вопросы несохранения четности и так далее, эксперименты, теории и так далее, это вот, когда был открытый эффект несохранения четности и слабых взаимодействий, потом, там, теория была развита и так далее. Вот тогда все статьи, ну, не все, но многие статьи, книги и так далее, они сопровождались эпиграфами, там, главные, антирные статьи, которые брались из книги Кэролла Алиса в «Зазеркалье» и «Алиса в «Стране чудес». Ну, вот этот комикс, он в этом смысле достаточно популярный, вот здесь, вот видите, когда это «пси плюс» о «пси минус», как говорится, это вот по поводу этих состояний, которые так вот означают, правда не так, а «плюс» и «минус» в скобках пишутся, «но это ну, что это не «вутросопреженный», «чекрет», а это «пси плюс», есть такие состояния, два «бэлловских» состояния, а в этом «чуть» тоже. Ну все, это вот кости, по поводу того, но это, конечно, настоящий мужчина, правильно, такая подборожка эта? Все, значит, теперь дальше. Значит, вот нужно даже более-менее точно, да, значит, я прошу прощения, я стартовал 20 минут, значит, я планирую сначала минут 40, да, а потом решили, я прерываю, сделаю перерыв и продолжаю, да, вот так вот, значит, первые 40 минут я отговорю, вопросы можно задать по поводу видео, респондент, значит, вот может было меня датировать достаточно хорошо, когда, как говорится, все, что началось, вот обычно датируют вот этими двумя, начало 80-х годов, это вот там работа Ферменуэн была, опубликована на физике, физика на компьютер, ну и по помощи еще для развития рабочих сторон, и так же, да, и вот работа другого физика, Денида Дейча, он из другой области, если Ричард Тейнман, он, как говорится, физик, теоретик, для глубины души и так далее, Нобелевский ряд и прочее, и прочее, и прочее, да, и много более того, то Дейча с другой областью, он именно из области информатики или математической, так сказать, скорее, так сказать, вот этой подоплёги, и вот им, вот эта статья подрибована, но чуть позже, в 85-м году, где вот с таким названием? Ну, это вот эта работа, в которой были сформированы первые, так сказать, отправные посылки к тому, что потом получили название, квантовый компьютер, квантовая информатика, так сказать, ну, понятно, квантовые вычисления и так далее, все, я потом об этих работаю, значит, теперь, ну, два слова, значит, что квантовая информация и квантовая информатика, как наука, это что, то, что, как говорится, находится на стыке, ну, двух наук, да, классическая теория информации, которая, дай бог, сколько лет существует, ну, не так много, кстати, так уж будем говорить, это с 20-х годов 20-го века, да, когда там машина Кюринга, там, и так далее, и так далее, того самого Кюринга, да, который, эту самую, не, расшифровал немецкий код, которым они передавали, да, он был, а? Еликут. Еликут, да, и когда там по подводным лодкам, вот они очередной, так сказать, немцы потопили, караван, да, и здесь нашли, так сказать, математики, тот, что Тюринг нашел, ну, в этой команде, да, то, что позволило расшифровать, это вот тот самый Тюринг, да, и вот машина Тюринга, универсальная машина Тюринга, так вот, так вот, это, значит, на стыке классической телоинформации, да, и календарной механики. Это вот такой, как говорится, ну, симбиоз очень нетривиальный оказался. На самом деле, вот для этих работ, вот, названных здесь, особенно в голову не приходило люди. Хотя, на самом деле, если как мы, как всегда, окажется, что что-то, что, ну, как бы указывает нас очень специфическое, так сказать, контринтуитивное соотношение между квантовой механикой, реальной физической теорией, которую описывает физический мир, и понятием информации, что это еще восходит к таким людям, как Альберт Эйнштейн, «Подольские розы», да, это там, да, и Эрлин Шренингер, 35-й год. Так что там можно найти, так сказать, точные вот истоки. Хотя тогда об этом еще не говорилось, но об этом я потом помню. Значит, тогда вот два слова по поводу, да, ну, сейчас, как бы, если звучит слово информация, да, но все понимают, да, я же не говорю о школьнике, я не говорю о студентах, я не говорю о школьнике, в детском саду, а не только это самое, у них информационные технологии, да, компьютеризация, информатизация, у них у всех эти самые флешки, плейлеры и так далее, и так далее, и так далее, здесь дебильники, там, то-что-что-то, набирают, и просто запад не умеют, а мать, ручками там набирают, пишут СМС, получают еще что-то, говорят, где же ты, как говорится, ну, вот так. Так вот, поэтому информация для них, это вот вещь совершенно знакомая. Они питаются информацией, это у них родное. Ну, так вот, вот информация, пожалуйста. Вот то, что вы сейчас видите, вы получаете информацию, да, ну, видишь, читаете и так далее, и до этого читаете. Ну, там прошел очень сложный путь. Ну, это сначала где-то в книжках, на битве словом написано. Потом я из этих книжек что-то стал переносить куда-то на, в компьютер, так сказать, рисуя, это самым Павлом Коэм, да, какие-то картинки. Ну, не я, это Андрея делал, конечно. Если Андрея не было, я сказал бы «я», так что я подумал. Какие вещи Андрея, он узнает свою руку здесь. А может быть не Андрей, Павел? Возможно. Это брат его, младший. Ну, так вот, она потом переносилась на какие-то там, да, в электронные, в электронные и магнитные структуры, да, на, так сказать, на компьютер, правильно? Вот это на памятник, на диск и так далее. Потом она оттуда была перенесена на флеш-карту. Ну, просто переписано, и все. Флеш-карта вставлена, так сказать, сюда. Здесь опять-таки отсчитал, преобразовал эту информацию, которая там написана, в какие-то сигналы электрические и прочее. Он спроецировал это все через такую акустичную, через линзы и так далее. Или как он называется? А, вот это, да? Вот. По виду там, да? Значит, все спроецировано на доску, да? Там изображение, здесь на экране, так сказать, на кристаллическом. А здесь, так сказать, обычная доска. Ну, необычная, интерактивная, да, но, тем не менее. Здесь просто как экран, да? Все. Потом это изображение попадает к вам в глаза. Проходит через геологические, геологического происхождения линзы, хрусталик и так далее. Отражается на свечатке, раздражает там окончание. Преобразуется в сигналы, которые распространяются по нервным, там, этим самым, как оно называется? Не по нервным, а по нервным каналам, да? Препопадает в босс, может там, дешифрует и так далее. Возникает образ, потом это все переворачивается, как положено, с детства, да? Изображение, так сказать, в другом же направлении, все. И эту самую, вот здесь у вас уже, не буду говорить по-японски где это, но, так сказать, в этом месте, все это вот, как говорится. То есть информация вот эта вот, она прошла вот такой вот древнейший путь преобразования, правильно? Системы, которые работали, манипулировали эту информацию, разные, я перечислю только несколько, да? Всякие там электронные, так сказать, оптические и так далее, и так далее, и так далее, и так далее, правильно? Но они все работали по классическим законам. Эта информация преобразуется в классическом виде. В таком же виде, как работают все классические компьютеры, ну, существующие. Ничего квантового там нет, хотя те системы, переносчики информации, они отнюдь не, так сказать, как говорится, доска с какими-то там гвоздями, пружины, железные, да, так шарики, ролики и так далее, да? Это очень сложная система, полупроводники, и бог его там знает что, жидкие кристаллы, квантовые теории и так далее, которые работают, да? Полупроводники, да, допированные, недопированные и так далее, они работают сложно по физическим законам. Но они называются носителями классическая информация. И классическая информация, вот, она существует вне зависимости от того, как работают эти средства. А эти средства только обеспечивают, ну, что, быстрое действие, да, яркость, так сказать, доступность, да, и так далее, воспроизводимость, и так далее. Поэтому, значит, ну, о классической информации два слова я просто скажу. Вы это знаете, я просто, что называется, повторю, вы даже лучше меня скажете. Значит, ну, чтобы информация стала предметом математического исчисления, да, ну, там надо ее в чем-то измерять. Вот информация измеряется в битах. Вот один бит – это некая бинарная переменная, да, которая принимает два значения. Ну, и один, например, плюс, минус, да, нет. Еще остаток, вот это один бит информации. Значит, причем этот бит, который отвечает двум, идентифицируется с двумя чем-то, да, нет, или там плюс, минус, или 0,1, да, идентифицируется. Но система, на которой это происходит, может быть разная. Это физическая система. Так ведь? Ну, так вот. Такая система называется триггером, правильно? Это система физическая, у которой есть два устойчивых положения. Неустойчивых, конечно, чтобы не толкнуть, случайно не разрушить, да. Все. Это вот два устойчивых положения. Этот капот у тебя там нарисовал кусок там полупроводника или чего-то. Эти вот кружочки или что там изображают там атомы или какую-то все. Но на самом деле речь идет. Да, и там могут быть какие-то добавки, какие-то доперванные примеси, да, он не доперван примеси. И на этих примесах может быть заряд, а может нет? Есть заряд? Один. Нет заряда — ноль. Логический ноль. Единица — ноль. Это два положения вот этих зарядных зарядных теплостей. Это могут быть токи. Это могут быть ток через правоположник. Течет ток, скажем, в этом направлении. Тока нет — ноль. Если ток протекает, так сказать, при предложен потенциал, через кого-то, это есть единица. Да, вот два положения все. Но это двое единицы — это логические вещи. А на самом деле это есть сигнал — нет сигнала, да. Есть заряд — нет заряда. Есть ток — нет тока. Значит, ну я сначала по телефону про это скажу. То, что здесь написано — это вот количество информации. Вот есть когда… Как мы что-нибудь говорим? Что мы записываем информацию, кодируем, да? Ну есть тоже какой-то язык и так далее, все, а потом кодируем в виде числа. Ну вот используется, как обычно используется, предположим, да, число двоечной записи. Почему? Тут удобно. Ну можно и не писать твоих записей, но это десятичные записи. Ради Бога. А тогда что есть количество информации? Вот если вот есть какое-то число, то, ну скажем, вот, число, ну-ка так называемое «Экса А», «Риверс», «Шимон», 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 «А», да? Ну это вот такое вот число. Так вот это вот можно и такое число. А вот то, что здесь написано, если логарифм по основанию два этого числа, это есть мера информации. Вот количество информации — это вот логарифм по основанию два числа «Н». Понять это очень легко. Дайте мне эту саму, как называется? Первую. А, нет, розетку. Ну вот, стандартная задача. Вот вы загадали, кто-то, да? Какое-то число, ну, из первого миллиона. Ну, обычно в детском саду играет, там, скажем, от единицы до десяти, а луч от миллиона до девяти. Правильно? Ну так же. Ну, от миллиона, нам все равно. Вот у вас число, так сказать, десять шестой. Правильно? Прошу прощения. Я научусь, я научусь. Постепенно. О! Десять шестой. Чтобы указать это число, вы загадали одно из чисел, вот, из этого человечного... Одно число, да? И у меня спрашивают, ну, я вас спрашиваю, да? Указай. Значит, надо задавать вопрос, на который можно получить ответ, да, нет. Сколько надо задать минимальное число вопросов, чтобы угадать это число? Ну, естественно, это абсолютно. Если... А? Ну, двадцать больше не надо. Ну, я... Вы так быстро считаете? Я так не умею быстро считать. Так вот, чтобы посчитать это, сколько это... Это можно взять, вот, десять шестой. Это два в степени логарифм по основанию два от этого числа. Вот сколько вопросов надо задать. Правильно? На которые ответ да и нет. Поэтому это количество информации, которое... Одно число из миллиона чисел, если я угадаю, да? Я получу информацию, которая есть в логарифм по основанию два десять цепени шесть. Вы сказали двадцать, но я не возражаю. Восемнадцать там стоят девятнадцать, да? Шесть логарифм по основанию два десять. Правильно? Тройка там где-то с небольшим. Правильно? В этом смысле правильно. Все. Значит, почему это так? Очень просто. Очень просто. Если это число представлено в двоичной записи, вот тот самый миллион, то вот столько, сколько было написано здесь в основном... Это... Ну... Вот это вот число миллион, а это столько двоичных знаков, двоичных разряда. Правильно? Потому что каждому, чтобы не узнать это число, надо знать, что в каждом разряде находится, ноль или единица. Но это требует от каждого одного вопроса. Ну и как? Он говорит, нет. Значит единица? Мне больше ничего не надо. С кем решил? Единица? Да, единица. И так далее. Надо задать вот столько вопросов. Все. Так что вот это вот есть количество информации, то есть число битов для двоичной строки. Фактически. Правильно? Для записи этого числа. Ну или вот здесь последний, то, что я здесь нарисовал, это следующее. Ну, идет тенденция к миниатюризации. Надо делать что-то там поменьше, меньше, меньше, чипы маленькие, маленькие, меньше, 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 становится этих самых примесей меньше, 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 меньше. Почему это хорошо? По разным причинам. Во-первых, там можно строить очень большие системы с большим, по словам, элементы, да, но все-таки помещаясь с маленькими, так сказать, объемами. Это говорят масштабнее у вас. Кроме того, быстрожейство будет возрастать. Почему? Ну, чтобы есть маленькие размерчики, да. Самая большая скорость – это скорость света. Чтобы можно было что-то делать, сигнал из одного места в другой должен попасть. Правильно? Поэтому размер быстродействия будет определяться тем, какое время требуется для прохождения, по порядку величины, да, света, на том расстоянии, которое отделяет один элемент от другого. Вот и все. Ничего здесь особенного нет. Поэтому при скорости 10-12, при быстродействии 10-12, мы понимаем, какие вот размеры характерные, так сказать, будет, да. Больше быстродействия нужно достичь. Кроме того, ясно, что если записать номер какой-то, 9 единицы на систему с огромным числом, да, или здесь пустить большой ток, ну я про амперы не говорю, пускай даже миллиамперы, пускай даже микроамперы, это здоровые токи, да, то есть они работают в макроскопических системах. Но тогда, когда всякие токи, заряды и так далее, туда-сюда потенциально прикладывают и так далее, большие, там потери, и все, греется, все. Поэтому вот те первые компьютеры, которые были, это там огромные комнаты, шкафы, да, и надо охлаждать, 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 охлаждать. И быстродействие будет очень большое. Поэтому у меня аутюризация приводит, способствует тому, что и масштабируемость будет лучше, быстродействие будет лучше, и что еще? Ну и управление будет проще, правильно? Сейчас управляете, вот вы там, это самое, на этом, как оно называется, на планшете, да, пальчиком там джик, перескочили, нажали, выскочила целая программа, и джипеерская, что еще есть, там американцы, да, Титаник, мы смотрим, где он сейчас плюет? А куда он побыл сейчас, да? Скоро это плюет, это полместо, где тот сгинул. Интересно, что произойдет с нынешним пассажиром? вот здесь написано такое понятие как топологический стандарт. Вот это то выражение, которое было где-то, я взял год назад. Топологический стандарт называется неконтролируемый размер. Ну где-то там, когда печатают эти схемы и так далее, там нужно какие-то линии, которые будут играть роль проводников там и так далее, и так далее, и так далее, делается с помощью квантографии, все есть, и технологии, и сложно, да. Так вот, в какой-то момент назад, вот контролируемый размер был 45 нанометров. Вот тогда, когда я это читал, обещали, что там где-то вот в 11 годов перейдут на стандарт уже половину меньше, 23 нанометра. Ну я не знаю, сейчас перешли или не перешли. То есть прогресс идет в квантовых технологиях, изготовления там этих устройств, триггеров и так далее, там прогресс большой. и там это вот все. Но если вот взять вот, я говорю, вот так, вот такая вот линейтарная ячейка, 45 нанометров, глощадька, монослой, по одному атому, можно посчитать сколько там, ну тысячи я там атом учил. Ну такая плотная упаковка, да. Если два слоя там, ну пять тысяч атом, но все-таки это макроскопическое все. Когда он уменьшен, уменьшен стандарт, там будет меньше всего. Но все равно еще пока много. Ну вот, я здесь смотрю еще кадр. Это старая очень картинка, взят вот, так сказать, из этого журнала, который издает IBM американский все. Ну все, значит, вот здесь, на ритмическом масштабе по годам, ну доведено, это было картинка этого такого, вот доведено до этого года, 98-го года. А эти вот точки, это вот, ну здесь написано, это число примесей, которые внедряются в полупроводник, да, для того, чтобы сделать какой-то логический элемент. Ну какую там гейт, какой-то, так сказать, и так далее, там какой-то гейт-нот, так сказать, ну для логики. Для обработки. Все. Так вот, смотрите, видите, здесь прямая, вот логический масштаб, только чтобы было экспоненциальное убивание. И вот на этом эксокваляция. Поэтому вот, как говорится, по них, так сказать, нет, вот на уровне этого года, ну вот 2010-2010, где-то уже должно быть вот на сотни и так далее. Ну, вроде бы еще пока сотни нет, но тем не менее это уже тенденция более-менее такая вот. То есть миниатюризация, вот только миниатюризация, они говорят о том, что есть так вот и скоро мы дойдем до жизни такой, когда носителем информации должен быть объект атомного размера, атомного масштаба. это, с одной стороны, это технология, пункт технологии, а с другой стороны, но там-то с этим начинается то, чего не было в классике, в классической информации. Почему? Почему? Если носителем информации будет квантовый объект, то и квантовая информация будет записываться на квантовых состояниях этого квантового объекта. Да? Черная кошка в черной комнате. Вот так вот будет. А она, не она, а он, это объект квантовый. Да? Ведет себя, взаимодействует и так далее, управляется квантовыми законами. А вместе с ним будет управляться и меняться информацией. Но по другим законам, не по классическим, а по квантовым. И вот это, то, что вот… Я это не привел здесь. Вот такой еще, такая крупная фигура, Ландауя. Начнем там же, где-то вот на рубеже, в середине 90-х годов, сформулировал такое утверждение. Это философское, фактически, утверждение, он физикой, так сказать, и все такое прочее, но утверждение философское. Что информация, по сути, физична. То есть вот так я бы перевел название его статьи. Здесь она, это статья, не приведено. Но если, так сказать, вот ее хорошо, литературно перевести, вот я ее перевел так. Это такое перевела в нашей литературе. Не видно, поэтому горжусь. Вот информация, по сути, физична. Вот я имею в виду следующее. Что? Классическая информация, она записывается на системах физических, правильно? Но которые ведут себя по физическим законам, по квантовым законам. Но сама информация управляется классическими законами. Вот такая, как вот мы привыкли вот в те преобразования и так далее. Как работают все классические компьютеры, там, все. Когда законы, управляющие носителем информации, этими ячейками, триггерами и так далее, так всегда, это квантовый закон, он может быть, да? Топ через полупроводники, или тонкань квантовой ямы, или срокупность квантовых ям, или как называется, примеси полупроводников, да? Но информация оторвана от носителя. Она сама по себе. Она подчиняется классическим законам. А если мы приведем уже, вот переходим, ну, в силу технологических требований, еще каких-то, в такой ситуации, когда информация будет записана на квантовом объекте, носительной информацией будет квантовым состоянием, тогда квантовое состояние ведь управляется квантовыми законами. И информация, будучи привязанной к этому квантовому состоянию, будет вести себя квантовым объектом. Так вот, с точки зрения, значит, тогда мне нужен, как бы, ну, триггер, правильно? Ну, уже квантовый триггер. Что это такое? Это квантовая система с двумя состояниями. Хорошо выражение двумя состояниями. Ну, вот примеры, которые реально сейчас сделаны, реализуются во многих, я вам не буду, примеры физические я буду говорить, это, например, вот фотон здесь нарисован, ну, так вот, условно, у него две поляризации, вот вверх, вверх и гональные поляризации. Вот два поляризованных состояния, это два состояния, которые можно поражать, да? Ставим там фильтры и так далее, да? Там поляризатор, анализатор и все такое прочее, можем изменять их, да? Но вот эти два состояния, одно из них, а то есть быстрее, с логическим нулем, скажем, а другой с логической единицей, да? Тогда это будет триггер, это будут два квантовые состояния, но для логики, да? Они будут представлять собой логический ноль и единица. Ну, так как это квантовые состояния по соответствующей величине называют не битом, а кубитом, квантом-битом. Ну, это вот там Борис Швахер придумал такое название, он так и останется, квантом-бит, кубит. Поэтому вот два поляризованных состояния образуют кубит. Это два электронных состояния атома. Ну, например, атома, например, что-то другого атома, да? Ну, одно скажем, граун, другое, эксайтер. Они одно идентифицируются, а то есть связь с единицей магической, другое с ними, это два состояния атомные. Атомные состояния, вот эти вот, это могут быть, скажем, компоненты сверхтонкой структуры основного состояния. Тогда они очень близко друг к другу расположены, да? И между ними интервал, так сказать, как говорится, ну, микроволон диапазон или высвачивание диапазона. Это могут быть более расстояния с оптической частотой перехода, да? Ну, как известно, возбужденные состояния, они все, это могут быть достаточно, как правило, как пожилучие, правильно? Поэтому это плохо, если кубик будет быстро распадаться. Поэтому нужны состояния, если возбужденные, чтобы оно имело очень большое время жизни, атомный бастану. Ну, скажем, несколько секунд. Об этом выручили. Ну, это два нейтронных состояния, скажем, гранд и эксайд, которые отрезвеняются тоже с нулёной единицей, это тоже прекрасный кубик. Ну, ещё кубик, пожалуйста. Ну, это уж совсем просто самой природой созданный кубик. Это два спиновых состояния, частицы со спином одна вторая. Это может быть ядро, скажем, какой-нибудь там протон, или там какое-нибудь там ядро углерода, да? Там изотоп углерода с моментом одна вторая, с ума это всё. Или просто электрон, например, да? Два спинных состояния электронных. Ну, вот, как говорится, два состояния, это два состояния с зерноправцами спина. Плюс одна вторая, минус одна вторая, но нет у нас спинтования. Вот здесь это написано. Всё. Поэтому это прекрасный кубит может быть образованным. Всё. Ну, это, конечно, какие-нибудь понимания. Ну, а здесь я вот просто ещё раз подчёркиваю. Вот два грантовых состояния, такое и такое, а вот идеак здесь появился. Ну, это я просто так рассказывал тогда ещё, так сказать, и в другой аудитории, да, то здесь надо было пояснить, чтобы никакой мистики забрали кетом, не было что. То есть, вот, бодибрекет, да, вот, зерак так сделал, и вектор, и со-вектор, ну, сопряжённый вектор. Так вот, это вот два-пят вектора, и они отвечают логическим состоянием многих единиц. Ну, пока всё хорошо. А суперпозиция? О! И вот этот самый, тот самый кейпоинт. Почему? Потому что. Да. В телевизор. О! И ещё тогда. О! Вот классический бит может находиться либо в состоянии 0, либо в состоянии единицы, да, в одном и в другом. Ну, да, поэтому, если это, кстати, обратиться к Шекспиру, да, как тот сказал Гамлету, ну, то бьё, а в те бит. А кубит, квантовый бит, может находиться в... Квантовый бит, кубит может находиться в состоянии. То есть, эта информация, которая здесь написана, вот, кубит надо вот так вот, по Шекспиру, чтобы сказать. как же мы с этого не придумаем, а как об этом говорить? Информация, которая там содержит, классическая информация, мы содержим, либо да, либо нет. И всё. Альтернатива такая вот только, либо да, либо нет. А квантовый бит, носитель квантовый бит, он несёт информацию, тоже 0 и 1. Но есть такие состояния, где там будет и 0, и 1, и да, и нет. А кроме того, вот то, что здесь написано, это вот вы правильно сказали. А суперпозиция? Вот суперпозиция, это есть, так сказать, то, что лежит в основе квантовой механики, правильно? Это принципиальное положение квантовой механики, именно принцип суперпозиции. это есть, так сказать, на этом основаны, ну, квантовые законы, законы реального физического мира. А это если, что когда есть, так сказать, суперпозиция, что там дальше происходит? Если два состояния есть, да, суперпозиция возникает и так далее, то что там ещё, так сказать, есть разные пути распространения. квантовых состояний, как говорится, два пути, да, они могут потом амплитудить складываться, вычитаться, интерферировать. Поэтому процесс манипулирования квантовой информации, эту информацию, записанную так, ну, естественно, называют квантовой информацией, но когда не один, а там, скажем, несколько или пути, когда манипулируются, всё, там будут играть роль квантовые законы. Ну, например, в частности, информация, ну, с какой-то физический процесс, это вычисление, раз он будет манипулировать этими самыми, этими нолами единицы, которые записаны в этих состояниях. И там, в этом, здесь, 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 правильно? И что тогда будет? Вычисления, логические ноли единицы, будут интерферировать, дефрагировать, распространяться по разным путям. Будут, конечно, так вести себя состояниями, но вместе с этими состояниями, будут от тебя вести та информация, которая на них записана. И это вот то, что вот Илья Беллан Баор когда сказал, что информация физичная, если идёт речь в таких вот ситуациях, она не может быть отроганной и не отроганной здесь вот, да, от физических законов, которые управляют носителем этой информации. Со всеми, но в контурне много чего есть, помимо суперпозиции, он автоматически приводит к интерференции, да, и так далее, и так далее. И это всё будет, этот физический процесс манипулирования информации, в нём будут появляться эти квантовые закономерности. Но тогда открываются огромные возможности совершенно другие, которых не то что нет, а принципиально нет в классической информации, в законах манипулирования классической информации. То есть будет, например, интерференция, интерферирование вычислительных, ну вот, чего-то, что представляет объект вычислений. То есть что-то в одно место будет складываться больше, 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 больше. Больше проинтерферирование много получилось. При каком-то нуле там, да, который отрезвляет объект. А при единице мало получилось. Поэтому вот вычислили, это будет квантовый закон, квантовые вычисления, они содержат много. Вот это вот ещё одно имя я назову, Антон Цайлингер, ну потом я даже его фотографию вам покажу. Вот он, так сказать, вот подчеркнул, в частности, он много чего сделал, ну я потом о нем дальше, наверное, что-то расскажу. Он много сделал, он подчеркнул, что вот, в публикациях своих, что вот квантовая информация, оперирование квантовой информацией, которая подчиняется квантовым законам, да, открывает огромные возможности. А это повлияет на всё, на, в частности, на быстродействие. Конечно, не всегда, не всё то, что, так сказать, квантовый компьютер будет делать, будет лучше классического. Что-то он будет делать так же, как классический компьютер. Но есть какой-то определённый класс задач, где квантовый компьютер, а компьютер, который работает, или вычислитель, который работает с квантами, с квантной информацией, записанной на квантовое состояние, он будет давать экспоненциальную выигрыш. А это означает, что те задачи, которые называются, ну, так называемые, трудные задачи, НП, класса НП. НП. Вот эти задачи такого типа есть, которые на квантом компьютере могут быть решены за время, которое экспоненциально меньше. То есть только такие задачи, которые, в принципе, на классических компьютерах, вот их тресли. Вот чтобы факторизовать число, там, которое имеет 250 десятичных знаков, расчёт при настроенном компьютере, при быстродействии, ну, пускай так, 10-12 операций в секунду, понадобится миллиарды лет. А на квантном компьютере она может быть решена в течение времени. Которого под компьютерами. Да так, всё хорошо. Ну, выключена, да так, всё. Так, ну вот, да. А, нет, ещё есть. Всё, значит, итак, вот теперь, оттуда мы предыдущие уже маханулили. Да, всё, да, всё, 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 правильно. Теперь, вот, значит, вот так, теперь я буду говорить о квантовых, да, только в состояниях, о кубинах. Ну, отпускай несколько, ну, регистр, да, свободный из кубиков, да, во квантовых кубиках, вот, например, спина, спина одна, вторая, плюс это, да, вот, всё, целая цепочка, м кубиков, квантовые регистры. Значит, они находятся в каких-то спинных состояниях. Ну, там, сразу вверх, стрянка вниз, это условное изображение, правильно? Этому единице соответствует, этому единице и так далее. Тогда это состояние, квантовое состояние, да, вот этого регистра, это будет вот такая вот какая-то строчка, правильно? Эта двоичная запись не только сладких. Берни, писали для краткости. А чё же написали? Это выслужили? Нет. Нет. Нет, это гораздо интереснее, чем только и рассказывать. Так вот, эта двоичная строчка, да, изображает число, А теперь тот же самый квантовый регистр, в соответствии с принципом суперпозиции, может находиться в состоянии, которое у него суперпозиция такого, 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 ну механически это так написано. То есть это что означает? Вот это состояние возможно с точки зрения механики возможно. Это будет суперпозиционное состояние, да, которым, которым представлены все числа, все дворичные строчки, изображающие все числа от нуля, пункт этого числа, а это два степени минус один, доля по четыре. То есть вот, записав такое состояние квантового регистра, сделать, да, мы записываем в нем, в одном регистре, все числа от нуля до двадцати степени минус один. Классический регистр, классический регистр сатана из классических битов, может записать любого из этих чисел, но одно. А это записывает сразу все. А после этого легко понять, что если такое возможно и такое будет, да, то какая-то операция вычислительная, она будет делаться в один хлоп, сразу надо вычислить какую-то функцию. Если есть какая-то процедура, то пускай классический даже алгоритм вычисления этой функции. Загнав такое состояние, можно в один хлоп, вычислить значение этой функции для всех значений переменной икс. От нуля до двадцати степени минус один. Сразу. За один проход. Красота. Так вот это такое носит название, ну принцип и так далее, у него носит название контр-параллелизм. На него обратил внимание Дойч. Вот та самая работа, помните, в самом начале после фильма у него примула работу Дойча, Дэвид Дойч, восемьдесят пятого года. Вот там он, на этом этом умеет. Значит вот то, что здесь схематически изображено, это некая квантовая схема, без деталей, а такая вот как говорится, блок-схема, да? Крупные мазками, так сказать. Так вот, два флота, два регистра. Такой, где все умеют. Ну если ты написал просто пуской. Да? И второй. Делать записку вот это самое вот это вот. Ну я бы не стал вот этим всяким. Коэффициент написать просто для пятницы, да? Сумма всех чисел. А вот то, что здесь происходит, вот в этом блоке, это есть некий вычислитель. Ну там какие-то операции, какие-то схемы, которые позволяют вычислять функцию, да? От x, f какую-то функцию, f от x. Вот здесь написано от оператора, u, f. Тогда что будет на выходе? На выходе вы сразу, в один, так сказать, как говорится, применим эту сразу операцию, вот в такой системе. Так, а значение функции записывается в этот регистр, два x-инструкция. Тогда что будет? Вот что получится. Вот здесь на выходе будет регистр, он и здесь составит из двух частей. Этот и этот рядышком, правильно? Один вот, здесь располагать ближе, дальше. Я этот расположил вот в этом месте, а этот расположил, так сказать, потом. Понятно, да? Вот так получилось. Один регистр и другой регистр. Это регистр суммарной длины. С суммарной протяженностью суммарных слов кубитов, да? Сколько, сколько кубитов здесь нужно, n штук, и столько, сколько кубитов здесь нужно, чтобы написать любое значение функции. А здесь тогда вот что получится. За один проход мы сразу вычисляем значение функции во всех точках x. Это вот квантовый параллелизм. Я понимаю сразу, что он может получиться огромный выигрыш в скорости. И вот сразу вы берете так. Как всегда, и, наверное, это уже тогда перерыв. Как всегда, ну, не надо уж прям предаваться такой какой-то эйфории. Такой прям а-ха-ха-ха-ха, ни фига. Это здесь есть, вот в компьютере. Ну, вот в квантовом состоянии. А вот мне надо извлечь. А чтобы извлечь, надо измерить. А чтобы измерить, надо спроецировать. Ну, а фундаментальное состояние, ну, понятно, на полный набор состояний этих двоечных строк, которые, в принципе, могут быть, да? Что мы тогда? Когда я измерю, проведу измерение, я увижу только то, да, то слогаемое в этой сумме, которое там есть. То, которое там нет, я не увижу. А то, которое есть, если оно есть, я увижу, да, такое слогаемое есть. И больше ничего не будет. Измерение уничтожает квантовое состояние. Правильно? Поэтому было состояние такое, а как нет, да. Измерение в квантовомеханике – это операция по оформленному, это операция проектирования. Если я спроектирую на какой-то базисный вектор, да, ну, базисный вектор – это такая вот, должна быть такая длиннующая строка измерения каких-то единиц и так далее. Понимаете, да? Я спроектирую, что-то получил. Я там увижу, какое-то число, ну, вот, например, вот это число, которое будет там, миллион написано. А здесь значение функции в 8 поде, а этот миллион. Вы увидите вот лишь, что это результат, сколько битовая информация получил? n штук, сколько суммарно число разряда в этих двоечных строчках. Правильно? Ровно столько, сколько я получаю при классическом вычислении. Согласны? При классическом вычислении я одно x загнала, а одну функцию l в этой точке получила. То есть, хотя здесь оградовалось огромное количество информации, сделано это быстро, но извлечение этой информации даст мне ровно одну строку. Поэтому в каких-то ситуациях это не свойство квантовых измерений, которые никак правильного разрушающие, и они не позволяют, ну, понятно, да? Измерения мы проецируем, поэтому если я спроецировал на эту ось, то те оси исчезли. Проект на те оси исчезли. Всё! Значит, поэтому мы получил ровную амбитовую информацию. Но есть какие-то определённые особенности, о которых мы потом ещё сегодня поговорим. Есть какие-то особенности, которые позволяют из-за того, что есть парализм и есть другой вот эта вот самая возможность, ну, очень домично и нехорошо, огромного быстродействия манипулирования, огромного объёма информации позволяют существенно улучшить вычислительную процедуру, ускорить вычислительную процедуру. Кстати, обращаю ваше внимание. Значит, если не умеется амбитов, n-битов, да? Число состояния 2 в степени n, правильно? Число размера из гильберто пространства 2 в степени n. Ну, вот если n 500, так вот, чтобы было между нами всё так сказать хорошо, никаких не было, 500 всего лишь. Значит, число размера из гильберто пространства, то есть число вот этих двоичных строчек будет 25 n. Если n 500, это будет 2 в пятисотой степени. А это больше, чем атом во Вселенной. Это означает, что, как говорится, ёмкость такого вот регистра, квантового регистра, да? С точки зрения этой информации, чудовищно огромная. Невероятно огромная. Надо только видеть, как где-то это будет выигрыш, давайте определённый выигрыш, и будет арабатываться такое вот огромное количество информации. То есть вот большие числа видны. Я всегда в этом месте привожу, как говорится, делаю, перед тем, как слушаю Филипп спал уже, да? Значит, в фонде это самое, да, с шахтатами изнутринику, да, изобретатель шахтов попросил, да? За первую. Одно зерно, за вторую. Все помнишь, господи, два в шестьдесят четвёртых. И посчитай, не помнишь, у человечества в то время, на всей Земле, такого количества зерна не было. Да, сейчас времени нет. Нет. Я не знаю, сколько это. Кто вы перевести? Не переводил. Наверное, сейчас нет. Нет, у нас есть теперь. У нас урожай не помнишь. Да, ну ладно. Давайте сделаем несколько минут, а дальше мы решим, сколько еще мы, если у вас есть желание, сколько еще мы хотим. Ладно? Балом правите вы. То есть, как сказать, я уже разошёлся, и поэтому уже какое-то время меня не пустят на крыльях. Поэтому пока все будет. Но, насколько я начнёт уже немножечко, да, вот так мне дать скажу. Но, в принципе, ещё после 40 там минут, да, это запросто, одно левое, да. Всё, понятно. Значит, вот здесь, вот. Законы, которые будут управлять, да, манипулированием информацией, это будут законы, которые управляют квантомный состав. Там, в частности, есть интерференция. Это, как говорится, квантомный механизм. А теперь я ещё хотел бы обратить внимание на одно описание. Вот что это такое за состояние? Ну, пускай, действительно, здесь что-то одно стоит, и здесь что-то одно стоит. Но несколько таких слагаемых есть, вот таких вот. Вот эти состояния, вот каждый из этих состояний, вот это вот. Это факторизованное, правильно? Это чистое состояние, кет-вектор такого, а это кет-вектор такого состояния, правильно? Поэтому одно слагаемое, это чистое состояние. Оно из произведения двух кет-векторов. Ну, именно волновая функция. Это одна волновая функция какого-то состояния, и другая волновая функция другого состояния. Это чистое состояние. Это состояние, которое описывается волновой функцией. А если сумма таких вот, то сумма-то не факторизуется. Сумма произведений не есть. Произведение двух слагаемых, произведение суммы. Вообще говоря, да? Это будет означать так, что в каком состоянии вот этот регистр находится? В каком состоянии? В любом. С той любой амплитудой вероятностей. То есть он не находится ни в каком состоянии. В каком состоянии находится этот регистр? Ни в каком состоянии. С какой-то амплитудой вероятностей он находится в состоянии, где вот мыли и еженицы отвечают этой функции, да, в боечном представлении? от числа икса но есть и другие то есть это будет состояние которое называется перепутанное состояние которое не сводится к произведению чистых состоитов а есть сумма произведения чистых состоитов это для квантовой механики вещь рутинная квантовая механика же всегда бывает что всегда так есть и так далее все мы это прекрасно знаем самое большое называется начало знакомства с пантовой механики ну и значит рассеяние какая-нибудь там и все такое прочее две частицы, одна сюда сюда это не то, что здесь волновая функция на входе была произведение волновой функции, правильно? а на выходе а особенно если еще там внутренние состояния меняются это будет сумма с какой-то амплитудой может сюда рассеяться на такой импульс и внутреннее состояние такое с какой-то амплитудой на такой импульс это будет перепутанное состояние это абсолютно очевидная вещь рутинная вещь для квантовой механики но это вот простое обстоятельство приобретает совершенно другое звучание применительно применительно вот к этой области, которую мы называем квантовой информатикой и так перепутанные состояния значит вот эти перепутанные состояния оказывается все это это вот тот самый аспект, о котором я говорил в самом начале, да? что если там покопаться так вот в истории то на самом деле от сложных взаимоотношений квантовой механики и информации можно найти еще восходит это не понимание а намертное вот еще к 35-му году к заре квантовой механики вот тогда эти вторая автора Альберта Эйнштейна вот здесь они написаны вот так опубликовали работу ну которая в переводе звучит так является ли квантовой механической описанием вот Эйнштейн ну Эйнштейн с автором естественно ну главным заботчиком был Эйнштейн он так и, как говорится, был классическим физиком и, как говорится, с господином Богом в кости играть не хотел поэтому вероятность на этой ему он что искал так вот ему казалось следующее да, и вот он там задает вопрос да, о том, желается ли то есть ему там вот квантовой механики которая тогда уже была сформулирована в основном так сказать, в основные понятия да и ему там показалось что что-то здесь не так какая-то неполнотальность чего-то не хватает и вот это чего-то не хватает в том же году вот Эйнштейн опубликовал работу название я забыл а заглядывать сейчас не буду ну не, где-то там есть не забыл так вот вот он там изложил так сказать вот будучи с тем поводом к этой работе послужил вопрос заданный вот этим гением Эйнштейном с командой да что вот у человека человек всегда и вопрос задает тут из-под колы вот он задан так сказать отвечает на этот вопрос вот ввел в понятие само понятие перепутанного состояния по-немецки оно можно звучит так фершанхайт ну а в работе говорим фершанхайт 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 флэр квантум систем перепутывание двух квантовых систем вот как вот там в регистре стоят одна одна система другая система и суммули вот это перепутанное состояние двух квантовых систем это общее свойство ну вот потом вот в английске было переведено словом инструмент так что вот эти цены управляют по-английски перепутаны инфермент стейт интагмент в самом деле перепутывание ну по-русски переводит разное я использую вот как пишу перепутывание иногда говорят запутанное состояние скрещенное скрещенное много чего есть. Я вот как-то использую вот это. Перепутывание со стороны. Все. Пау. Но здесь слишком надо было писать помельче, а так нужно. Что это такое? Состояние двух спинов, одна вторая, суммарным спином 0 из проекции 0. Правильно? Помните. Один спин находится из проекции плюс 1 в 2-е, минус 1 в 3-я, либо минус 1 в 3-я, плюс 1 в 3-я, а здесь минус. Тогда, если это и это создание является собственным состоянием оператора S квадрат с собственным значением 0, и собственным значением оператора S- penal cinна с собственным значением 0. Правильно? Это состояние типичное перепутное состояние. И вот в свое время опять это замечали. Так вот, скажем, в информационном порядке. Вот когда Эйнштейн рассуждал, говорил о таких состояниях такого типа, он говорил, как нормальный человек, о чем, о координатах импульсах. И он там брал две системы, импульс, координаты и так далее. На пространство перемен. Но через некоторое время, так сказать, вот, как говорится, Боннин, он сказал, что это все гораздо более просто и лаконично выглядит, если говорить о спинном состоянии. И поэтому вот это уже принадлежит Богу. Это несколько позже, чем в той работе, которая принадлежит Эйнштейн. Но там он говорил о перепутывании состояния пространственных переменных и спинного, которые относятся к пространственным и спинному переменам двух частиц. То есть, проще, проще, не пространственным, а пространственным и пространственным зависимостям и импульсам двух частиц. Вот так. То есть пространственным степенем слова. Вот же, как говорится. Так вот, значит, спрашивается, в каком состоянии спиннер? Да, значит, я использую терминологию, я не буду говорить о спине, а говорить о кубите. А если говорить о кубите, это как выглядит? Значит, пускай, скажем, это будет вверх один, да? Значит, первый. А это попробую снова взять. Доска похожа. А добавлено ли уже два? Да не светится это, не светится. Всё, один, первая кубита, один, вторая кубит. Ну, скобки и номерочный коэффициент, правильно? Спрашивается, в каком состоянии находится первый кубит? Фифти-фифти. У него никакого спинного состояния нет, никакой поляризации нет, правильно? Фифти-фифти можно оборужить или такой, проекция спины или такой. Второй кубит – то же самое, правильно? Значит, мы можем один по второму. А дальше идёт так. Вот один у вас, из этих двух, один у меня. Мы далеко не общаемся, не взаимодействуем. Вы измеряете свой. Измерив его, вы что-то получите. Что вы получите? Либо плюс одну-вторую, проекцию спины, либо минус одну-вторую, правильно? Вот вам пускай будет номер один. Да? Вот вы измеряете вот этот кубит. Когда состояние вот такое вот, и к вам попал какой-то, вы измеряете его, проекцию спины, что вы получите? Либо плюс одну-вторую, либо минус одну-вторую. Вот вы получили что-то. Каждое измерение что-то даст. Например, оно плюс одну-вторую. Тогда я ничего измеряю. Я знаю, что у меня со 100% вероятностью будет минус одну-вторую. То есть вы измерю провели измерение. А состояние моего кубита до этого было неопределённое. До измерения, проведённого вами, состояние моего кубита было неопределённое. 50-50 – такие два значения. Полиции спины никакой не было. А после того, как вы произвели измерение, состояние моего кубита изменилось, оно стало вполне определённым. Никакого взаимодействия нет, никакого сигнала, ничего нет. Вот Эйнштейн ему это не нравилось. Почему? Он говорил, как же так? Значит, вот это нельзя объяснить в терминах. Есть какая-то физическая реальность. Вот мой спин. Спин этого кубита. Проекция. На плюс, одна, вторая. Ну, вы не того пространства перемены, поздно. Я думаю, что на бонусском языке. Либо такое значение проекция спины, либо другое принимать. У меня его, это никакой состояние, в состоянии кубита, которое у меня находится, никакого определённого состояния не было. Поляризации не было. Спин был неопределённый. Вы произвели измерение, и у меня состояние стало такое. Значит, есть какая-то характеристика, какое-то свойство у квантовых систем, которое не зависит только от того, что локально здесь происходит. Вот это лишнее мне не нравилось. Ну, как же так? Если я могу что-то измерить, сказать, что так будет, не воздействие никак, не влияяя, и так далее, значит, тогда, так сказать, каких-то параметров не хватает. Потому что такого быть не может. Как на ту физическую реальность, которая должна быть связана с локальными свойствами того объекта, может влиять то, что никак на ту не влияет? А как там физическое влияние? В чём влияние? В чём, собственно говоря, парадокс? Ну чё, не парадокс. Вот такого в классической механике быть не может. Нет, нет, нет. Я ещё раз говорю. Вот что произошло? Вот вы измеряете, так сказать, я измеряю тот фубит, который у меня был. Тот, который у вас проходит. Вы получите какой-то результат. Вы никак на мой фубит не влияете, но он будет после этого в вполне определённом состоянии. Я не знаю, что вы получили. Вы получили вот этот вот, у меня будет такой, и всё. Но никакого физического воздействия нет. То есть это не воздействие, не взаимодействие. Это корреляция. Вот здесь есть стопроцентная корреляция. И этой корреляции в классической механике нет. Принципиально такой корреляции в классической механике нет. И вот это было. Значит, это вот одно из, так сказать, максимально, как говорят, перепутанных состояний со стопроцентной корреляцией. Так вот, классическая характеристика вот этой корреляции, которая испанчивается, была сформулирована немножко позже, но в 64-м году уже. Была сформулирована Джоном Беллом, так как и получил название, это некое, ну, нераевство, да, на результаты измерения, ну, на результаты измерения неких корреляционных коэффициентов. Я не буду сейчас детализмом, там можно, там некий максимально недолго это сделать, производится переизмерение и, так сказать, есть вероятность, да, такого, 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 и коэффициентной корреляцией пишется. Так вот, если все это руководствуется обычными физическими переменами, все это относится к обычным физическим переменам, то вне зависимости от того, какие законы управляют, там, этими поведениями этих объектов измеряемыми, да, классический, вот этот самый коэффициент корреляции, ну, число двойка, это для того, как написал в свое время Белл, неравенство. Потом другие там авторы, эти вот соотношения неравенства, да, ну, что по-другому переписывали и так далее, ну, в частности, чаще всего используют то, что, так сказать, например, там Шимонни еще там несколько человек, вот с одним из них, с Аббендом Шимонни, мне даже доводилось разговаривать еще там где-то вот в середине 90-х годов. Так вот, там просто другому не нравится, вот так же, вот, по сути, да, а если взять вот такие состояния и такие же измерения произвести, да, вот на таких вот состояниях, то есть апеллируя к таким состояниям, которых нет в классической механике, то соответствующий коэффициент корреляции будет вот какой-то. Вот, я еще раз говорю, это конкретно, одни и те же корреляционные причины пишутся, результат корреляционных измерений, да, но здесь опираясь на классические представления, на классические перемены, а здесь на кванте-перемены. То есть разница, которая есть количественная, и она есть предметом, она является предметом измерения. Немного-много-много-много экспериментов делалось, разных. Никто не сомневается в том, что кванта-мифаник – это истина, а это есть приближение. Но о нарушении измерений, не разница была, пройденных было много экспериментов, разных. Ну вот, по-моему, я там покажу, по следующей картиночке. А, нет, это не здесь, что-то. Сейчас. А куда я его зафиграючу? Ну, про лисник, про лисничек нет, дать, про лисники просто. Вал! А потом вернемся. Вот, Антон Саленге. Значит, вот, когда он получил медаль с Атами Ньютоном, номер один, когда она была учреждена, и вот здесь он как раз, так сказать, рассказывает схему двух коррельсовых экспериментов с фотонами и поляризацией. Вот, ну, вот схематически так, вот, делается там два фотона, да, перебухим в поляризованном состоянии, да. И потом, так сказать, один фотон отправляется в одно место, другой фотон — в другое место, да. Вот они находятся, ну, как спина, да, так сказать, только измеря поляризация. Там производится измерение и, так сказать, как говорится, в согласованное время после того измерения то измерение, да. И вот там какая корреляция, если здесь какая-то такая была проекция спины, то есть проектция поляризованная поляризация, но вот эти эксперименты делались это там швейцария арендовали в частности эту самую отловолоконную линию до расстояния по моему до сотни километров запускали волоконные связи что здесь что-то неравенство нарушение классических неравенств было выполнялась оправдывалась и все такое мне с ним тоже доводилось общаться незадолго до того как вот здесь состояние которое там написано да я буду писать его в кубик значениях кубита 0 1 да это такое состояние 0 1 минус 1 это 1 2 1 2 правильно ну номерочные коэффициенты не буду писать вот это состояние с номерочным коэффициентом будем называть псинноз вот есть еще три состояния максимально перепутанных одно из них это состояние пси плюс я переписывать не буду то же самое не здесь на курс начать и что состояние с точки зрения скажем спи это состояние со спиной 0 проекция 0 это состояние со спиной единицы на проекции есть еще два состояния которые защиты 答 appropriate пройдите памяти плюс единице и минус ну каждая из них факторизован это либо 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 0,0, да? Но я из них могу взять сумму развития. То есть есть еще состояние вот такое, назовем его фи плюс или фи минус, понимаем. Фи минус, который будет, там скажем, 1,1 плюс 0,0, да? Да? Плюс на вершинке, а другое, это фи плюс. Это тоже вот 4 максимально перепутанных состояния. Здесь тоже стопроцентная корреляция, да? Измерение на одного дает сразу автоматически все там и другое. Вот эти состояния называются состояниями Белла. Вот полный набор состояния Белла для двух убитых, вот оно здесь написано. Поэтому при измерении каких-то там можно проецировать там на отдельное состояние, а можно на состояние Белла. Да? Вот где-то там нужно проецировать на состояние Белла. Так. Это я просто для справочных целей. Ну все, с этим эксперимент подтверждается страшной силой. Ну а теперь вот я несколько слов по поводу… Да, так вот, перепутанность, перепутывание, оно играет, что называется, фундаментальную роль в разных ипостасях, связанных с квантовой информацией, с квантовыми вычислений. И так далее. Ну вот одно мы уже увидели, да, когда вот вычисление производится там, скажем, да, в один флот для какой-то функции для всех перемен, да, мы получаем перепутанное состояние. Через некоторое время мы увидим, что, скажем, такой процесс, как квантовая телепортация, о котором я в принципе хотел рассказать, там тоже играет перепутанное состояние фундаментального. В такой ситуации, как, скажем, алгоритм Гроби, алгоритм Шор и так далее, там это будет, квантовая криптография и так далее. То есть это одним из важнейших компонентов, суть, которые лежат в самом основе и придает специфику квантовым вычислений. С ними связано именно с наличием этого перепутанного и связано в том числе возможное для каких-то ситуаций, скажем, даже экспоненциальное ускорение процедуры. Значит, вот алгоритм Гроби, быстренько так циркует, панковые кнопки, значит, что имеется все? Значит, вот имеется такая непорядочная база данных, стоящая из-за мнения. Ну, самый простой пример, который, так все, приходит в голову, да, есть книжка, фамилии, в алгоритмном порядке, да, и телефон. Да? А телефон, естественно, не упорядочен, они там. Не выстроили номера, правильно? Все. Значит, вам телефон известен, вы хотите найти фамилию. Вам нужна фамилия. Но вот этот телефон, ну, скажем, там, миллион телефонных номеров, неупорядоченная база данных, вам нужно найти вот тот самый один, который нужен. Как надо делать? Ну, перебирать и сравнивать с вашим, да? Вот это поиск неупорядоченной базы данных. Стандартная, она там имеет другие, гораздо более тонкие такая задача поиска, математические аспекты. Например, ответить на вопросы, сколько решений имеет данная тонкая задача. Ее можно сформулировать как алгоритм поиска. То есть это фундаментальная проблема. Ну, здесь это будет просто вот поиск неупорядоченной базы данных. Значит, вот в среднем, в предпоседческом поиске, нужно, наверное, пополам шагу. Ну, вот если, конечно, я могу с одного шага найти, да? А могу, так сказать, как говорится, найду только на последнем шагу. Правильно? Не убираю все. В среднем, мы пополам шагу. А вот алгоритм Грогера, который основан на квантовых свойствах, на квантовой обработке информации, на квантовой информации, позволяет это сделать не за n-поиском, пополам шагов, а за корень из n шагов, в среднем. Ну, понимаете, конечно, если n, там, скажем, десяток, то это что много, что полно. Но для миллиона n пополам это все-таки 500, а корень из n все-таки будет уже 30. Не 30, 300, да? Тысяча. Ну, 500 тысяча тысяча. А? Нет, то есть миллиона корень, тысяча. Правильно? А половина, это 500 здесь, но это заметно, а если при большем числе и будет. То есть, понимаете, но выигрыш будет не экспоненциальный, а всего лишь степенной. Да? Вместо n пополам, корень за степенной выигрыш. Ну, вот алгоритм, я его словами сейчас расскажу, делается следующее. Значит, а потом эти картинки, так, ты-ты-ты-ты, одна за одну. Значит, вот здесь будут принесованы базы данных, вот, из шести элементов, да? Значит, когда нам нужен какой-то элемент, да? Ну, этот номер и так далее. У нас есть, значит, тем самым какая-то функция, ну, которая идентификатор, который говорит, вот это то, что нам нужно, да? Вот такая функция, которая, можно сказать, так, она принимает значение, чему-то она равна, когда она тыкается на нужный элемент, да? И равна на руку, когда она не натыкается. Ее называют, красиво, арахула. Значит, вот первая операция, это арахула. Он делает следующее, он в этой базе данных, неупорядоченный. Он метит тот элемент, который нужен. Так как у нас позволяет, квантовое состояние регистра позволяет записать сразу всю базу данных, все числа, понятно, закодировав их, так сказать, все цепочки, сколько надо, миллион, там, 10 миллионов, так сказать, и так далее, два в какой-то степени, там, n, да, число, так сказать, он все эти данные содержит. И арахула за один хлоп сразу пометит, вычисляя эту функцию, да, пометит тот элемент, который нужен. Но это находится все равно там, надо ее потом выделить. Мало пометить, надо его потом выделить. И вот после этого применяется такая операция. Здесь пометка, вот эта араха, действует там. Вот у него там, раз, два, три, там, ну, такими рисунками, салонными, да, шестерами. Какой-то элемент нужный. Арахула скажет так, он у него поменяет знак. Ну, это условные какие-то, правильно? А после этого он делает следующие, следующая операция. Так сказать, оператор Брогера, вот вместе с Арахулом, оператор Брогера, он делает преобразование, трансформация, поворот около среднего значения. Но этих много, остальных, правильно? А этот один. Поэтому поворот вокруг среднего значения сразу приведет те, которые остальные, сразу маленькими становятся. А этот такой большой, понятно. Потому что тех-то много, а этот один. А среднее значение тем не будет определяться. Поэтому, когда относительно них повернут, они сразу становятся маленькими. А этот большой. Это один шаг. Потом опять Оракул, вторая итерация Оракул, Оракул опять метит этот элемент. Ну, опять перевернёт ему знак. Отразили от того среднего, да? Вот мне сказал торчать его. Оракул, он тоже стал вниз. Оракул опять перевернёт наверх, хоть я маленький, остался. А потом опять иммерзия относительно среднего. И после двух таких итераций, вот на шести элементах, сегодняшних шести, вот это демонстрирует следующее. Вот раз, видите, вот это элемент, вот здесь итерация. Вот. А теперь этот самый Дрогер, этот коворот вокруг среднего. Ещё раз оракул, и всё. Но здесь всего лишь две итерации. И вот если сделать, скажем, не две итерации, а десять итераций, а пятнадцать итераций, да, то вот эта величина, вот эти вот все, вот это будет иметь вероятность этого одного нужного итера, будет вероятность близка к недвижиму, с любой задней точностью. Поэтому вот так вот, видите, и для этого требуется, но подсчёт показывает, ну, я элементарную арифметику не привожу, требуется корень из n шагов, вот таких вот. По сравнению с n попал. Для какой точность? Для какой точность надо? Ну, я не помню, сейчас я могу сказать, но точность там, скажем, ну, сколько там, скажем, ну, я где... Всё зависит от того, сколько n, правильно? Вот если вот сделать, по-моему, точность там получается, типа, там, 10-6, что-то в таком духе. Ну, расчёт, он элементарный, это такая, элементарная такая арифметическая задачка, да? Я с ним, как расчёт, мы видим, я не знаю, что происходит. А наизусть не помню. Помню, писать не помню. С вашего. Всё, это вот алгоритм Ромера. Это поиск антовой игруки, сто виск, сто виск. Ну, вот как раз сейчас я... О, хорошо. Значит, ещё расскажу об одном алгоритме. Вот который в своё время, алгоритм Шоу, это был 95-й год, это было опубликовано. И опубликование этого алгоритма, ну, произвело на самом деле, так сказать, фурок. Вот, знаете, вот после этого стало понятно, что квантовая, квантовая алгоритма, да, квантовая команда, это действительно нечто, что может дать существенное решение существенных задач, которые другим способом не решить. Вот я потом потрачу здесь несколько минут, чтобы, ну, несколько слов, просто сказать. Значит, о чём идёт речь? Ну, вот, здесь речь идёт о задачи факторизации. Ну, от какого-то большого числа, да, вот, представить, найти простые делители. Ну, если число ничем. Если чё-то мы сразу на два разделим, то мы будем делать меньше, что. Не сильно меньше, но тем не менее. Так вот, значит, мы идём на простые делители. Значит, вот есть классический алгоритм решения этой задачи. Ну, я сейчас о ней откажу. Да, теперь вот эти задачи, вычислительные задачи делятся по математике, называется математическая сложность, да, в критерии сложности задачи. Вот эта задача принадлежит к классу сложных задач, ну, его называют Np, большое, но он, полиномиум. Задача сложная, то есть не решает, вообще говоря. А классы сложности так различаются. Всё зависит от того, сколько надо сделать шагов, ну, элементарных операций каких-то там, да, преобразования, сложения, нестали, образования и так далее, да, элементарных шагов над вашим регистром, над числом, которое будет, так сказать, да, над входом, да, чтобы получить интересующий вас результат. Да? Всё. Вот это число шагов, это важно. Значит, вероятно, возможности две. Первое. Это число шагов зависит от информационной ёмкости экспоненциально. Вот число шагов S, оно может быть, ну, E в степени, или 2 в степени, это не важно, что E, что 2, это плевать. Если оно зависит как 2 в степени N, да, где N, это... от вашего числа, которое вы там хотите факторизовать. Так я, по-моему, число назвал буквы S, я прошу прощения. Ну, путаемся не будет, да? Вот это число я повторизую. Вот оно какую-то имеет длину, да? Вот его информационная ёмкость, да, вот сколько информации содержится в этом числе, да? Если вот число шагов, это число шагов, элементарно, шагов, зависит от N, как 2 в степени, то есть это фактически это число шагов равно чему? Ну, порядок, пропорционально, да? Ну, само вовремя этому числу. Так что, если такая вот ситуация, то задача трудная, потому что она требует экспоненциальный ресурс, экспоненциально большое число шагов. Ну, ясно, что речь не о числах, в пределах там первых миллионов и первых десяти миллионов, да? Ну, не в этом дело, я имею в виду, что, не, правильно, число. Ну, каждый десяти миллионов мы с ручкой селегометра дома, так сказать, час за другой все это решили, найдем делитель, и все это будет. А вредка о числах семь миллионов, да? Ну, вот типа, я бы сказал, там, RCA число, 120-10 десятичных знаков, 129 десятичных знаков. Ну, а сейчас нужно и слово побольше, 250 десятичных знаков, в принципе, хорошо. Банки чувствовали себя спокойно. Так вот, если есть инсуализация, это трудная задача. А если зависимость S? А если зависит, как что, по нему, от F? то эта задача считается, ну, легкой, решаемой. Вот так, ну, там масса, конечно, градации есть в классах сложности вычислительной, но это вот самое такое основное, и для невычислителей этого достаточно, так сказать. Я вполне, так сказать, довольствуюсь этим, значит, детали опускать, буду опускать. Ну, так вот, еще один, вот эта задача факторизации, есть еще одна особенность. Ну, мало того, что, да, вернитесь, пожалуйста. Мало того, что вот классический алгоритм, и любое классическое алгоритм, нет, не любой, теорема о том, что других алгоритмов нет, не доказана. Из того, что известно сегодняшний день, это вот так называемый алгоритм решето числового поля, ну, который еще восходит, там, кельклиду и так далее. Ну, грубо говоря, как мне эти простые числа, да? Комнат тогда, надо каждое второе после двух, каждое третье после трех, каждое десять, то есть четырех, каждое пятое после пяти, ну, и так далее, и так далее. Что выбросить? То, что остается, будет простые числа. Так вот, в такой классический алгоритм, вот какое число шагов требует. М, две, три, ну, понятно здесь. Где М, это логарифм вот этого числа С, который фукторизует. Чтобы его фукторизовать, нужно такое. Это экспоненциально-тружная задача. То есть экспоненциально-тружная задача. Но вот эта задача еще обладает одним свойством. Ну, вот, например, так, если... Мне надо найти делителя, это сложная задача. А проверить, является ли какое-то число делителя. Это задача не просто легкая, а элементарная. Поэтому если он, не имеется ли это число делителя, с любым уголочком, пипик-пипик, на несколько минут секунд и так далее, получаете ответ, нет, не делится, или доделится. Правильно? Так вот, в одном... Проверить, является ли делителем легко, а найти делитель сложно. Вот, так сказать, задача такого класса. Ну, это во многих случаях, так сказать, да, там, ну, физики, там, ну, и так далее, сказали, да. Вот теоремы существования, как правило, так сказать, они вот принадлежат, вот, дают ответ на такой вопрос. Есть какое-то уровень написано, да, мы знаем, что есть решение. Теоремы существования говорят, ну, есть решение. Нам сразу на душе сладостно. А то, ну, что, проверить, это есть решение или нет, берем какое-то решение, вставляем, видим, что нет. Или да. Но найти рецепты нет. Поэтому это такого же типа. Так вот, и вот задача факторизации, она в одном смысле, ну, как сказать, она является образцовой, так сказать, как говорится, ну, вот используя такое красивое слово, жука, математической сложности, вычислительной сложности, на которой, так сказать, вы как-то насыкируете. Так вот, классический алгоритм дает требования такого, экспоненциального числа шагов. Поэтому является сложной задачей. Еще раз подчеркиваю. Не доказано, что нет более быстрого алгоритма. Что это самый быстрый. Это самый быстрый из того, что известно. То есть не доказана там некая математическая красивая теория по поводу того, являются ли задачи класса P, это подможеством, задачи класса NP, является ли по оборудованию задачи класса P. Такой теорема не доказано. Но это красивая теорема, для меня будет, тромулирует хорошо. Все. А вот квантовый алгоритм, он позволяет решить эту задачу, вот алгоритм Шора, за степенное число шагов. Ну, 300, это некий коэффициент, это бог с ним. М в кубе. Степенное число шагов. Поэтому задача становится сразу решаемой. Так вот, я вот говорил, что скажем, что мы... Вот это число там вот, RSA, 120, который содержал 129 десятичных знаков. Десятичных знаков. Вот в конце 80-х годов, когда оно было предложено этими вот тремя авторами, его факторизация тогда, в то время, заняло, по-моему, полгода, работали там чуть ли не... десяток, это самое, вычислительных станций. Ну, не просто там маленьких, там, писишек, так сказать, а вот вычислительные станции. Полгода работали. Поиск факторизации. Да? Ну, вот, то есть это очень серьезный. А чтобы вот какое-то еще большее число, не 129, там, десятичных знаков, скажем, там, действительно знаков, ну, вот понадобятся там уже какие-то там, при нынешнем быстродействии, миллиарды лет. Так сказать, поэтому это не решать. А для контакта компьютера это понадобится, так сказать, там, скажем, ну, я не помню, там, при ком быстродействии, ну, это, так сказать, типа, так сказать, это несколько часов, а может даже несколько минут. Да, вот так, значит, с раса числом, так и квантовый алгоритм мог бы решить ее за 12 минут. Вот. Так я помню. Все. Все. А теперь по поводу этого алгоритма, ну, естественно, я здесь какие-то детали входить не буду уже. Да, значит, расскажу суть, в чем состоит суть. Суть состоит следующее. Значит, вот доказывается, что задача факторизации, и, будьте любезны, но еще верну, теперь. Вот, задача факторизации эквивалентна другой задаче. Задача об отыскании периода длинной последовательности. Ну, это математическая структура этой задачи. Я два слова скажу. Вот мы там слово буквой S обозначали, правильно? Значит, вот есть какое-то это число S. Дальше берется некое число X, которое, естественно, меньше S, ну и пускай они взаимно просты. Это делается с помощью элементарного скольного алгоритма и вклики. Если у них есть общий множитель, общий делитель взаимный, тогда означает, что один делитель числа S не знаем и сразу разберем и редукцируем. Правильно? Все. Ну и случайность. И так берется число S, число X меньше S. И потом составляется такая последовательность. Берется X в степени A, где A пробегает значение 0, 1, 2, 3, 4, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, а целое число. А потом я пишу, что вот раз пишется такая последовательность, вот это обозначение будет понятно, если я напишу по модулю S. Понятно, да? То есть это остаток как деления вот этого числа на S. Остаток как деления этого числа на S. Целая часть, сколько целых S там поместилось, выделяется, а остаток вот здесь написано. Это будет последовательность, функция называется M1. Так вот, легко доказать, ну, не сонечно легко доказать, можно доказать, да, что это последовательность, как функция A, она периодическая, ну, в принципе, это будет длиннющая, если раз большое, X большое, да, Та, цель, цель, это будет длиннюющая последовательность, так сказать, тормиться, да, то есть начинайте там единицы, да, вот эти вот что-то такое, скажем, X, потом цель, т, потом будет Xر плюс 1, а потом опять начнутse единица вот это вот самый такой остаток который который вот сколько здесь вот эта задача эквивалентно отыскание периода длинной последовательности и вот то что делает алгоритм шора именно эту задачу обыскание периода длинной последовательности для неё он оказывается эффективно там всем вся мощь вот этих вот всяких так сказать штучек связанных с интерференции с параллелизмом интерференции работает на сто процентов с чудовищной эффективностью значит вот что там делается значит вот для решения задача периода длинной последовательности делается следующее вот вычисляется значение этой функции во всех точках я не буду как это как пользователь параллелизмом сразу раз а загоняется в один регистр все числа от нуля там до 2 очень большой степени минус 1 то есть очень много загоняется ну скажем 500 кубитов есть я могу загнать числа от единицы до 2 500 от нуля до 2 500 правильно то есть больше не надо да загнать уже после этого получившееся так сказать это делается так называемое дискретное преобразование фурье ну не буду в него в детали оно похоже на непрерывное образование фурье только вместо интегрированного того цена и в результате получается некоторая функция которая то что в регистре будет стоять записано вот после этих операций будет стоять такая вот перепутанное состояние значит здесь сумма по этому числу с число с чем связано ну не будешь ну понятно дискретно а здесь вот число а это то а которое в этой функции вот что такая вот сумма возникает а теперь смотрите что происходит специально все это представлено в таком виде теперь давайте посмотрим если функция а под а она вытесна при всех а это функция если эта функция периодическая с каким-то периодом тогда все те состояния которых а принимает через период меняется да вот это тот а потом на пять раз вернулась на круги своя для какого-то все те состояния здесь а будет стоять вот это вот равный период а здесь стоит отношение вот с того числа который акция а если с целым кратным пин с делить на ц будет равно целом крат то есть слагаем вот здесь для таких вот одинаково фазу которая поняты даст единицу согласно а это что означает что все в шлах вообще эти цель все эти то есть все эти а вот это состояние будет коэффициентом единицы то есть произойдет конструктивные интерференсы сложится тогда все их поняты равны единице а все остальные чуть чуть шаг вправо, шаг влево от этих специальных значений, там же огромное число слагаемых, ну, в принципе, да, и фазы, так сказать, извините, бегают как угодно, и там в среднем 0 будет. Ну, не в среднем, я имею в виду, очень маленький. Поэтому, а на выходе мы что? Мы будем измерять вероятность получить данное значение С. Ну, то есть, с каким, с каким, какое С вот в этой сумме представлено, да, для разных С. И что мы увидим, измеряя, мы увидим, что при каких-то С, надо ансамбль измерений провести. Потому что при каждом измерении мы получим либо такую панилизацию, либо такую. А чтобы сказать, сколько таких, сколько таких натикоэффициентов, надо взять ансамбль, и в этом ансамбле провести кучу измерений. Но одним измерением, это свойство кантливого измерения, мы состоянием уничтожили. У нас был один, мы измерили и уничтожили. Что нужно? Есть, так сказать, такой момент. Но оказалось, давайте так, вот у меня такое состояние есть, давайте сначала сделаем клонированную, как овечку дуэка. Не получится. Клонировать? Есть теорема, а не клонирование. Строгая инвентарная теорема. Доказывать я ее сейчас не буду. То есть, если у нас есть одно состояние, если сделать много клонов, нельзя, это строго запрещено. Поэтому одно и есть, а коэффициентарий, мы и неизвестно. Поэтому что? А надо? Алиса и Боб, это два традиционных участника. Этого самого квантовой, ну не ответно-квантовой, нет, коммуникационной сети. Вот Алиса должна послать Бобу, у Алисы это состояние есть, но она не знает, в какой она. Это фотон в каком-то неизвестном по рисунку состоянии. Она должна передать это Бобу. Ну, конечно, можно сам этот самый фотон туда и отправить. Нет, имеется в виду, что этот фотон просто так отправлять нельзя. А измерить А и Б тоже нельзя. А динепортировать можно. И делается это. Вот эта идея была высказана Беретом Броссаром и там еще двумя авторов. Она стоит с верующим. Значит, берется источник ЭПР-пар. От тех самых опций ЭПР-пар, перепутных состояний, да? Полисонных. Вот какой-то источник, который создает состояние, ну, типа, так сказать, ПСИ-минус, или ПСИ-плюс, или ФИ-плюс, или те правила писания. Ну, полисонных. Правильно? Вот такой источник ЭПР-пар. Вот почему вот такие вот бантики здесь не важно. Это вот состояние, вот оно написано, ПСИ-минус, частиц 2 и 3. Одна частица Бога, другая частица сюда, Алисе. Дальше Алиса берет, у нее есть вот это состояние. И одна, один из этих самых, один из компонентов, да? ЭПР-пары. И она над этим, да, конечно, есть третий, но он, так сказать, его состояние, но сама частица находится у Боба. Правильно? А в состоянии присутствует, в состоянии-то оно представлено, да? Делает измерение. И Алиса делит измерение над частицами 1 и 2. Ну, к ней, скажем, 2 попало, к этой игре. Она делает измерение, проецируя на Бобовские состояния. Полный набор Бобовских состояний 4. Поэтому проецируя, она может получить либо одно, либо другое, либо третье, либо четвертое. Да? Но когда она измерилась, проецируя пару двух кубитов, вот этого неизвестного и того, который к ней попал, но он тоже неизвестный, он перепутан в состоянии находится. Он тоже там и нашим, и вашим, правильно? Брализация и та и другая. Но она проецирует на Бобовский базис, да? И получает один из четырех результатов. Получился, скажем, такой. Она по телефону звонит и говорит, номер один. Боб. Это классический канал связи. Она передает здесь, на самом деле, 2 бита информации по классическому каналу связи. Все. Поэтому после этого, когда Боб услышал эту информацию по классическому каналу связи, он знает, что делать с тем кубитом, компонентом МПР-пары, который к ней не попал. Если это состояние, например, номер один, ну, какой-то, да? То ничего делать не надо. Ее вот этот самый фотон будет находиться точно в таком состоянии, как это. Если там два, три другие результата, то надо там подвернуть, так сказать, поляризацию. За известным образом. Ну, идейте там, скажем, поставить фильтр и поляризацию плюс перевести в такую или так далее. Либо менять фазу. То есть это все детерминированные операции. Вот так это вот работает алгоритм. Да. Поэтому здесь вот что происходит с идеологией окончаю. И все. Что здесь происходит? Здесь происходит следующее. Вот квантовая информация, которая записана в этом состоянии. Вот философия такая. Она разбивается на две части. На сугубо квантовую информацию и на классическую. Сугубо квантовая информация обусловлена наличием, так сказать, этой ИПР-пары. И... А классическая информация, ну, вот, будет связана с тем, что... Вот тоже надо позвонить по телефону, там и сообщить результат измерения. Да? Поэтому два канала. Квантовый канал, который связан вот с тем, что здесь есть ИПР-пара. Часть, которая попала сюда, а часть туда попала. Да? Это квантовая составляющая информация. А классическая, это вот то, что здесь. Результат измерения. Это классическая информация. А здесь, здесь они разошлись, как бы... После измерения, которое в состоянии было, которое провела Алиса, и сообщили сюда информацию, они здесь снова могут быть соединены. И это воспроизводит вот этот состояние. Я опускаю антибраинские детали вот этого вот, они элементарны, но у меня, так сказать, готовые же слайды нет. А, так сказать, ну, потом как-нибудь, если встретимся, еще и я помню. А теперь я хотел сказать об эксперименте, который проведен вот этим товарищем. Антон Саленькер, он один из таких выдающих экспериментаторов в самоверности. Он работает в Австрии. Сначала он в Эйнсбруке работал, директором ресурса экспериментальной физики в Эйнсбруке был. Потом он там много экспериментов проделал, а потом уехал в Вену. Сейчас он в Вене работает. Мне доводилось с ним неоднократно встречаться. Ну, так сказать, поэтому он очень симпатичный человек. Кстати, прекрасно играет на кларнете сам. И у него еще двое сыновей, которые тоже музыканты. У них дома целый ансамбль. Так что, поэтому, так сказать, все. Значит, перемен делал, что вот как здесь написано, да? Но там 20, опуская там всю эту схему, два составных элемента. Что там нужно с физической точки зрения? Источники ПРПА, ну, да, точка, большинство, да? И еще потом измерение волоских состояний. Вот источники ПРПА выкрутил таким образом. Это вот есть некий, так сказать, кристалл с большой нелинейной восприимчивостью. Ну, вот он называется бета-барат-бария. Там какая-то есть оптическая ось. Если сюда запустить фотон, ну, свет там, скажем, ультрафиолетия, да? Жесткий фотон, достаточно. Из источника ультрафиолетовой энергии. То при определенной ориентации пучка относительно кристаллографической оси происходит, ну, то, что называется, так называется, даун-конверсия, неколинярная даун-конверсия второго гипа. Красивое название. Даун-конверсия — это даун, это вниз. Бел один, станет два, но с меньшей частотой. Даун-конверсия. Конверсия — это же преобразование. Второго типа, неколинярные, потому что два фотона, которые здесь получатся, они не той одной прямой, а, ну, понятно, симметричны по поверхностям двух колесов распределены. Ну, естественно, если один даст, то другой там симметричны. Все. А второго типа, потому что эти фотоны, которые положены вокруг одной, ну, в смысле направлены вдоль к одной конвертной поверхности и другой, они имеют предположенный поляризацию. Ну, одна, скажем, такая, другая такая. А это глаз, который сюда смотрит, чтобы не так было. Вот эти два оконса мы видим. Вот здесь фотон поляризован не так, а здесь фотон, который поляризован не так. Если взять вот эту пару, в зачеркненных областях, то здесь, в этих областях, поляризация будет неопределенная. Эти два фотона будут находиться в перепутанном состоянии. Это вот источник эпоэр, поляризованной эпоэр-пары. Второй, я укладываюсь. Второй, так сказать, светоделитель. Это источник, который царь не использует, светоделитель. Ну, светоделитель, хорошее название, пластинка диаметрическая, полупрозрачная. Если фотон на нее падает, он в фифте проходит, в фифте отражается. Ну, пускай это, так сказать, еще тому, что это самое, отражение не меняет на поляризацию. Поляризация сохраняется. Ну, вот такая, такая пластиночка, светоделитель. Значит, вот все. Значит, есть два детектора, которые работают на светоделение. Почему это так? Значит, что может быть? А я сейчас кликну сам. О, это один фотон будет так идти, а это другой. А теперь отсюда и отсюда, когда они полетели. Один так поляризован, другой так поляризован. Этот может пройти, отразиться. Этот может пройти, отразиться. Поэтому возможности такие. Либо два фотона с одной стороны, либо два фотона с другой стороны, либо один с этой, а другой с этой. Понимаете? Так вот, из всех этих трех вариантов, если взять вариант, когда один фотон здесь, другой фотон здесь, вот эти фотоны будут находиться в перепутанном состоянии. Поэтому что делается? Детекторы два стоят. И они регистрируют, работают на схему совпадения. Если что-то попало и сюда, и сюда, клик, детектор сработал. А-а-а! Значит, зарегистрировано состояние перепутанное, одно из блоковских состояний. Но конкретно здесь пси-минус. Помните, что Алиса должна сделать там была? Она на двух фотонах должна была спроектировать их на бодовские состояния. И если получится, ну вот такое состояние, которое реализуется здесь, то Богу ничего не надо будет делать с тем фотоном, который к нему попал. Он будет в состоянии, которое есть неизвестное состояние подвищенного фотона. Ну, вот это так сделан эксперимент Цейлингер. Вот это вот, как говорится, два таких вот элемента фундаментально там были. Ну, потом были сделаны другие эксперименты. На этом я не хочу закончить. Были сделаны другие эксперименты. Там, в частности, и наши, я из России, там, из университета, и там, китайцы, американцы, нет, американские китайские происхождения, пока тебя там чем-то, чем-то, чем-то. Но они сделали еще том же эксперимент, когда, здесь измерялись одной, четыре возможных вборожских состояниях, но, грубо говоря, третьи стулья, да, из вариантов, один такой вариант проходил, поэтому 25% в случае. Да, ощутимость была такая. А потом, там, можно было, вот они сделали, Куйвик там с авторами, да, они сделали измерение всех, где можно было убить все четыре возможных состояния. Так, так, так и так. Поэтому на любое, так сказать, и такое можно было, и такое, и такое, и такое. Поэтому они захватывают больше статистики. Понятно. Вот репортация была сделана. Есть еще один эксперимент. Одновременно с Сальгеремом мы сделали, у него сделали итальянская группа, там, Де Мартини. У него была там, как всегда, запрещено только в таком-нибудь публикации, там, в конце администрации, как я сделал. Ну, неважно, все. Такси, царик, я больше люблю, больше уважаю. Де Мартини, итальянец, он, как человек, очень хороший. Нет, я тоже, я просто помню, я его встречал, да. Вот, все. Поэтому мы в этом деле не имеем отношения. Поэтому вот суть репортации, поэтому репортируется состояние. Неизвестное квантовое состояние. Ну, вот, так сказать. И здесь фундаментальный роль играет перепутное состояние. Да? Они... Закрывают джейв. Закрывают. Это следующая хорошая вещь. Это ручка Пауэлл, идиомный. Ой, ты тут там высыпай. Как ты, 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 ты? Ручка Пауэлл, идиомный. Ой, человек высыпь, две минуты. Две минуты. Закончим, все. Дальше, дальше. Еще раз. Дальше, дальше, смотрите. Это, 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 это реальный эксперимент. Викторовский кристалл, так сказать, молодушки, там, который, вот сколько и он, на самом деле. Больше и он, до 60 минут. Последний, до последнего кадра дойдите, до последнего. Дальше, дальше, это тоже. О! Узнаете Канарские острова? Так вот, здесь два, так сказать, телескопа были, от сайлинга, там себе дачку купил такую, построенную. Вот какие-то же маленькие телескопы. Но он их использовал не как телескопы, а лазер там приспособлен. Здесь вот расстояние 144 километра. И он с одного к другому посылал клипники там, эти самые, которые, чтобы там, нет, нет, нет. Чтобы там, это самое, там, да, забыть, это как называется, анимация. Ну ладно, ну не хочется. Вот, ну ладно. Ну, что, короче говоря, вот там, вот, передом, на это 144 километра, фактически цепочка нулей единиц, ну какая-то строчка, да, которая содержала вот тот самый квантовый код. Кто же меня спрашивает, а вы, да? Вот квантовый код, так сказать, содержащийся. Какое-то число битов. Вот со скоростью 42 битов в секунду они передали вот этот самый квантовый код. Вот по такому пространственному каналу сказать. 144 километра это уже хорошо, правильно? Это со спутника можно, на Земле оправдать. И вот это цель, где-то цель, где-то принесли. Ну все, я просто так. Все, спасибо.